привет вы где красотки рапсовом царстве и аня не переставала повторять нравится 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 вот шедевр просто полюбоваться и уже даже есть не обязательно уже удовольствие скажите мы центре начале улице армянская армянская церковь это логично немножко набережной терека закатного телека красота добрый день дорогие друзья добрый жаркий апрельский день на нашем канале каждый день добрый день канала жизни нашей семьи интересных путешествиях вкусной еде добрых хороших позитивных людях меня зовут олег семья спускается моя жена лора и младшая дочь анюта мы закончили наше приключение в кисловодске но не закончили путешествие привет девочки всего лишь привет 270 километров и мы уже городе владикавказ сегодня 28 апреля плюс 32 градуса это пока самое главное что мы можем сказать ну то что говорить о том что все цветет это вообще бессмысленно потому что все уже отцвело все уже зелено все уже даже не по летнему а по осеннему данная на по питерске вот уже ну ладно конечно загнул но жара стоит нереальная добрались все в порядке устроились сняли квартиру обзор квартиру лора вам покажет первый первый раз за время пребывания владикавказе это уже четвертый по моему раз да мы приехали мы решились разместиться в центре города ну и как положено на как помнишь а фамилию я возьму свою исконную дает какую шариков а вот мы решили поселиться на армянской улице вот так не мудрствуя лукаво как мы понимаем это центр но может быть не того сникальные вот прямо да и в прям в доме нашем я когда носил вещи унюхал аромат хинкали ну и думаю если здесь едят местные а прямо заказывали с той стороны скорее всего там из окна давали тот же самый дом 25b армянская улица и пойдем покушаем а потом будем отдыхать еда едой да это прежде всего попробуем и мне понравилась надпись хинкали стархуном соляш вот так вот шедевр просто полюбоваться и уже даже есть не обязательно уже удовольствие скажите и получается смотрите хинкали вареные на армянской 45 стархуном это просто добавление тархуна 50 и жареные 55 мы возьмем наверно суп лапша куриный до 3 я лобби вы можете покушать суп лапша куриный у нас сегодня к сожалению отсутствует в меню у нас есть телефон по которому можно звонить и показывать алло алло хинкальная на армянской пожалуйста все для вас самом лучшем виде слушайте ну запах классный я думаю что все вкусные сейчас подождем немножко и проверим а скажите пожалуйста хлебушку на армянской улице очень дружелюбно тут уже аньку угощают голубцом слышите но конечно находиться в помещении в такую погоду кощунственно я бы еще поставил 55 столов так так здорово и не знаю у меня ну не все зрители знают я сам родом из грозного 20 лет прожил там ощущение того что я где-то на родине она здесь прямо так очень ярко присутствует вор общается семейная атмосфера принесли наш суп немножко лапешки мне понравилось а это чуть-чуть сметаны анки хинкали как вам такое ну конечно уксус на куда это просто подарок анки попробовать я думаю что она с удовольствием наверно съезд голубец хотя анютка у нас девушки непредсказуемые все здорово все по-домашнему действительно ощущение такого расслабона радостного вот уже празднует бокалом давайте садиться девчонки приятного аппетита всем привет друзья приятного аппетита наверно знали они на любовь к сметане она поближе раз поближе всего подвинула к себе именно сметану ну как тебе нравится я так понял но это друзья не говорит что ей очень нравится хинкали и она в восторге а нам нравится суп и даже не только суп извини я показываю тебя кушащие сама атмосфера потому что как-то все по-семейному уже познакомились нам рассказали про про внучку вы рассказали про себя и как-то вот уже действительно очень по-семейному как гости зашли да вот все наше удовольствие вкусное обошлось 815 рублей и аня не переставала повторять нравится 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 спасибо поели вкусно пойдем отдыхать привет вы где красотки в рапсовом царстве немножко вышли размяться сейчас покажу вам рапсовое царство уже 25 километров до владикавказа со всем рядом ну как мы могли проехать такую красоту огромные такие поля причем по обе стороны дороги мы свернули побегаем тут попрыгаем и поедем устраиваться в квартиру на третьем этаже тапочки да здесь есть ты молодец до ванная комната стиральная машина не очень люблю ее в таком виде но зато есть все какие принадлежности для душа так что тут мой тут и свечки дают рассказывай что здесь есть так что можно будет все приготовить по духовке мы соскучились чайник ложки поварешки отлично да нет квартирка конечно такая старенькая но в принципе нормально холодильник но я бы не сказала что здесь кристально чисто так скажем на четверочку диван который раскладывается телевизор что здесь есть что есть мультики есть самое главное так здесь наверно вторая комната спальня большая кровать как раз удобный ну и большой шкаф вот же квартира и ремонт достаточно старенький но нам пойдет дай что здесь рассказывай что здесь шкаф да а здесь баю до ложится а это что ань утюг молодец утюг молодец горячий утюг горячий утюг правильно нельзя трогать нельзя трогать да мамин утюг мамин утюг да все правильно что это если и 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 Моем руки здесь, да? Молодец! Вот, мыло. Мыло, угу. Что ещё? И папе тоже. И папе, когда я писал на этаж. А это что? Я ляю её, как я думаю. Ну всё, ты скоро сама будешь обзор квартиры делать. Всё знает, девочка. Привет. Там, говорит, баю-баю делать. Это утюг горячий. Тут это попа выть. Ой, ты молодец какая. А там мультики. Всё, молодец. Ну, в общем, такая вот квартира. Главное, что в центре города. Немного отдохнули, вышли на прогулку. Солнечные, радостные. Ну, расскажи, что есть своё очарование. Останавливаться в центре Владикавказа всё-таки. Да, вообще, в центре любого исторического города есть смысл останавливаться. Потому что вышла, вот она, историческая часть. Но меня не покидает ощущение, что лето. Ну, как-то нереально. Жарко. Нереальное лето. Действительно, времени уже 6 часов. Ну, как уже 6. 28 градусов. 28 градусов, да. Вот, сводки. И мы идём по Армянской улице. Спускаемся. К центру города. А мы же здесь до среды, да, Аляш? Да. То есть, у нас два полноценных дня. Первый раз. И вот, конечно, вот это мечта поэта. Дом зажиточный. Какой нет. Входная группа, да. Да, такой домик. Двор. Это даже язык... Второй год. 1902 год. Даже язык не поворачивается назвать это домиком. Двориком. Посмотрите, это двор. Ну, какая великолепная архитектура, а? Может. А, да-да-да, ты права. Вот. Всё верно, да. Это историческая часть, а вот сверху добавлено. Да-да-да-да. Другая кладка. А забор был вот такого? Забор был, да. Вот с такой бутовой традиционной кладкой. Сверху доложено уже. Ещё живые балконы старинные Владикавказа. Мне нравится, что уютно и вкусно вписываются современные вещи. Ну, как вот салон красоты был. В такой в лофтовом стиле. И это не какая-нибудь дешёвая пластиковая такая штукаляция. Знаете, когда вот совсем смотришь и глаз хочется отвести. Виниловая вагонка или что-то ещё. То есть, да, это другое, но в то же время это, как очень любят говорить Лора, не пошло, да? Продвигаемся к центру города. Посмотрим, сколько у нас займёт времени. Только хотел сказать. А где церковь? Где-то же здесь церковь должна быть, да, Лор? Наверное, чуть-чуть пониже будет она. В общем, идём. Вроде бы обедал. Ну, кто же это ест, Таня? Это не хинкали. Да? Что-то воспоминание детства. Ну, она пахнет жвачкой. Была узбекская жвачка. Сагыс называлась. Была. Да. Дай-дай, Аня. На, понюхай, как вкусно пахнет. Ой. Конечно, когда уже бывает созревшая такая штукаляция, как она называлась-то, вот. Ну, стручок такой сильный. Стручок, да-да-да. И там мёд был. Ммм, как было вкусно. Ну, у нас точно общее голодное детство. Да. А, и Аня такая, о-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Тоже, тоже горит. Голодала вместе с вами. Что-то восстановили какой-то ангар, видишь? Ага. Кирпичный. И вот так. Идём по Армянской, спускаемся. Ну, вот мы уже, по-моему, к центру дошли. Если я не ошибаюсь, мы уже приходим к Ленина. А, в общем-то, 700 метров до улицы Ленина. Ой, это проспект Ленина, да? Ой, красота. Пойдём по этому, может, в улочке. Так, симпатично. Да, мы вот там пили кофе и вот здесь вот туда спускались, к церкви. Это Баева. Как по Баева. Ну, пойдём тогда вниз. Пойдём вниз. Мы это, очень неорганизованные туристы. Мы эмоциональные. За это нас и любят наши зрители. Ну, вот уже дом. Как я сегодня назвала этот дом? Ты назвала его дом Вахтангово. Вахтангово, да. Да. Я молодец. Нашего выдающегося. Да. Всё отрядом ещё, смотри, какая кладка. Всё требует, конечно, возрождения. Слушай, такое ощущение, что один дом раньше был. Очень похоже оформление окон. Окна сделаны, кладка. Да. Хотим напомнить, что здесь на первом этаже находится кафе, и можно выпить кофе дешевле, чем модных кафешков. Причём круассаны такие же и десерты такие же. А вот и церковь. Армянская церковь. И мы в центре. В начале улицы Армянская, Армянская церковь. Это логично. Дорогу молодым. Спасибо. Дорогу молодым. Наконец, это церковь. Не вызывает. Это не про меня, но всё равно радостно. Маньяк. Сюда Влас и маньяк. С вами, друзья, сюда Влас и маньяк. А мы дома кофе не выпили. Да. Имеем право выпить способы. Ой, полноводная река. А тут почему-то перекрыт способы. А нельзя, да? Ну, красота какая. Горы там. А смотри, видны. Они, да, чуть-чуть видны, но не так, но в дымке небольшой. Немножко набережной Терека. Закатного Терека. Красота. Красота. Лето. Ну, не календарное, конечно, но по настроению, да. И чувствуется, что скоро вот здесь подсветка загорится, когда станет потемнее. И суровая. Ну, на мой взгляд, суровая армянская церковь. В закате тоже прекрасно. Здесь на набережной идут активные работы. Что-то будет, ребят, что-то будет. Надеюсь, будет хорошо. Скорее всего, здесь как-то продлят. Видите, вывозят мусор. Ну, когда мы были здесь впервые три года назад, все было совсем по-другому. Но еще, конечно же, столько всего нужно, можно восстанавливать. И я уверен, это все впереди, потому что часть зданий восстановлены. Часть ждут своего часа. Да, это замечательно. Когда все будет идеально, тогда, надеюсь, даже у самых злобных критиков не будет уже аргументов. Скажут, да, вот сейчас все хорошо. Но еще бы золотом выстелить здесь. Ну, во Владикавказе мне очень нравится атмосфера. Прошу прощения за это слово, которое мы стараемся избегать. Центра города, вот этой прогулочной части. В которой хочется растворяться, слушать музыку, бродить, гулять. Все такие модные, молодые, красивые. Это здорово. Про меня? Да, я про тебя. Конечно, про тебя. Мы всегда только про тебя. А это вход уже в парк, да, Лор? Да. Здесь, наверное, не спуститься. Мы пойдем дальше. Ну, вот здесь вот мы вот, да? Мы его с колясками не спустимся. Октобер, традиционный осетинский напиток за 1 рубль. Я понимаю, что это не Октобер-фест. Я говорю, что кафе Октобер. Друзья, кто знает, какой традиционный осетинский напиток за 1 рубль предлагают здесь? Пишите в комментариях. Ой! И, конечно, невозможно пройти мимо парка. Все время жалеешь о том, что не передает камера запахов, ароматов, всего этого цветения невероятного. Феномен шахматная школа. Стронгмен. Одни и мэны. Где же вуманы? А вот и вуманы. Интересный фонтан. Водичка в нем не течет. Не знаю, изначально была ли она. Вот, Алик, мой самокат испарился. Ну, такое клумб, фонтанная клумба. Подойду поближе, потому что непонятно, о чем я говорю. Ну, тоже изящное решение. Много скамеек и парк. Парк, парк, парк. В самом центре города. Ты сама одуванчиком станешь. Рядом. Да, Анютка. Мы представляем планету от одуванчиков. Подой. Анютка так активно. Не ешь, Анют. В Швеции они воплотили за это зарплату. Да, то есть там выводят одуванчик. Ну, там даже и штрафы. Если у тебя на участке есть одуванчики, тебе штрафы могут выписать. Поэтому их удаляют активно. Даже есть специальные приспособления с корнями. Да, в прошлом раз не было воды. У меня было воды. А сейчас есть вода. Пожалуйста. Есть вода. Лебедей мы не видим. Но утки есть. И, кстати, вот там на острове притаился слон. Интересно то, что... Вот второй остров большой. Он даже такой... Какой-то гористый. Надеюсь, видно, да? Что в центре прям такие возвышенности. Ну, а что удивляться? Мы в Осетии. А здесь горы везде. Даже парки. Предостерегающая надпись. Опасно для жизни. Глубина аж 5 метров. Тут не на лодках можно кататься, а на целых прогулочных катерах. С такой глубиной. Большой пруд. Если я не ошибаюсь, была лодочная станция, когда мы приезжали в первый раз. Сейчас лодочных покатушек либо нет, либо пока нет. А вот людей много. В такую-то погоду. Ну, не поесть сладкие, ладно. Пусть парит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Очень красивые кусты высажены здесь Мы искали лебедей Мы их нашли, причем смотрите Сначала тоже лебедь маленький А за ним лебедь большой Такая лобка лебедь Красиво, хорошая идея У меня вот плавание на лодках есть Все понятно Во все эти покатушки Я хочу вот этих теплея Конечно, воскресным вечером Выходной день Особое очарование В таких прогулках Мне кажется Молодец 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 Парк аттракционов работает Колесо обозрения Кружится И как все-таки Замещательно Когда тепло Много деток Взрослых На закате Яркого солнечного дня Анька по-моему Решилась посидеть на лошади Не знаю Сейчас будем кататься Привет Иго-го Иго-го лошадка Здесь часть территории Которую предстоит расчистить Как я понимаю Нам рассказывал Зурат Парк большой Даже здесь Водные аттракционы Чего удивляться В такую жару Здорово поплескаться В воде Вышли мы на терек И любуемся И его Вечерней красотой Что-то делается Что-то строится И как видите Опять из кирпича Ну кто бы сомневался Если я не ошибаюсь Вот этот трамвайный мост Уже конечно темнеет Надеюсь завтра Мы погуляем По светлому Времени суток И рассмотрим Владикавказ Потому что появляются Уже из дыбки Очертания гор Хочется увидеть Это великолепие И надеюсь завтра В понедельник Мы это все увидим Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому